Это знамя было их горячей любовью и верой, рукой помощи и утешения, а еще надеждой, надеждой на то, что это знамя станет знаменем свободы. Это только копия знаменитого Самарского знамени. Оригинал хранится в Болгарии. Но даже копию Павел Соколов, который сегодня в образе Петра Алабина, передает ополченцам с особым волнением. Реконструкция исторических событий переносит и участников, и зрителей в XIX век. Это наши корни, наша история. И чем больше мы о ней знаем, тем мы просвещеннее и, соответственно, тем выше и более гордым мы можем нести свое звание самарцев. Впервые в Самаре так масштабно отмечается День Самарского знамени. В этом году он связан с двумя важными для горожан датами – 50-летие улицы Старозагора и 140-летие российско-болгарской дружбы. Праздничные настроения вместе со всеми разделили мэр Самары Олег Фурсов и председатель гордумы Галина Андреянова. Люди отмечают – народы объединяет память. Это очень знаменательно, потому что болгаро-самарская дружба существовала, и мы должны традиции эти поддерживать, возрождать. И тем более, вот в духе дружбы и патриотизма должны воспитываться наши дети. Это очень важно, это очень здорово, и нужно поддерживать и возрождать все эти наши дружеские отношения с нашими дружескими странами. Тем более, у нас есть и кинотеатр Шибко, и улицы, поэтому, конечно, это очень важно, и наши дети. Они привлечены, естественно, они полезли в интернет, они читают, они смотрят. Конечно, это, так сказать, их подстегивает, чтобы как раз познавать исторические наши вещи, помнить и знать. Впервые на одной сцене в рамках одного праздника такое количество музыкантов – детский сводный хор из 500 человек и три оркестра одновременно. Они исполняют уникальные произведения, посвященные русско-турецкой войне. Среди них и старинные марши. Некоторые из них широкая публика не слышала уже более ста лет. Специально для празднования Дня Самарского знамени их нашли в архивах конца прошлого столетия. Самарцы первыми услышали музыкальные произведения «Россия и Болгария», которые специально к празднику написал солист Центрального военного оркестра болгарской армии Владимир Иванов. Россия и Болгария – это братский народ. Нас объединяет одна вера, православное христианство, нас объединяет почти одинаковая культура, нас объединяет одни ценности. Кульминацией вечера – выступление арт-группы хор Турецкого. Артисты специально к празднику подготовили песню на болгарском языке и посвящение Самаре. Моя страна, моя Болгария, моя любовь, моя Болгария. Вот этот день солидарности братских народов в очередной раз нам очень важно. Очень важно возвращать вот эти ценности, которые были в Советском Союзе. Здесь день Самарского знамени, что помогли болгарским ополченцам выстоять в тяжелых условиях. И, что называется, это талисман и гарант какой-то уверенности Болгарии. Оказалось, вот здесь, из России, от души, от Волги, такой посыл, импульс. Незримо с самарцами на празднике присутствует и Болгария. На большом экране транслируются виды из дружественной страны. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.